И теперь несколько тригонометрических уравнений. Оказывается, даже в части В и ЕГЭ по математике есть задачи по тригонометрии, которые не так-то просто решить, и они уже очень близко к уровню С, к задаче С1. Например, вот такая задача из части В. Найти корни уравнения косинус π на х-7 поделить на 3 равно 1,2. В ответ запишите наибольший отрицательный корень. Вспоминаем, как решается уравнение косинус φ равно 1,2. Мы говорили, что можно записать решение уравнения в виде φ равно плюс-минус арк косинус 1,2, то есть плюс-минус π на 3 плюс 2πn, где n принадлежит z. Но поскольку нам придется искать наибольший отрицательный корень, делать отбор корней, нам неудобно пользоваться такой объединенной формулой с плюсом и минусом. Поэтому мы запишем так. π на х-7 поделить на 3 равно π на 3 плюс 2πn. Одна серия решений или π на х-7 поделить на 3 равно минус π на 3 плюс 2πn. Вторая серия решений. Преобразуем каждое из этих уравнений, которые мы получили. Поделим на π и умножим на 3 обе части. Получаем х-7 равно 1 плюс 6n. Или х равно 8 плюс 6n. Я напишу х1, первая серия решений. А здесь получится х-7 равно минус 1 плюс 6n. И тогда х равно 6 плюс 6n. Это будет х2, вторая серия решений нашего уравнения. Нам надо найти наибольший отрицательный корень. Посмотрим в этой серии решений, какой отрицательный корень будет наибольшим. Подбираем разные n. Я возьму n равное 0, получая х равно 8, положительный. Хорошо, беру n равно минус 1, подставляю. 8 минус 6, получается 2, опять положительный. n равно минус 2, получается 8 минус 12 минус 4. Ну и остальные отрицательные корни будут еще меньше. Ага, значит здесь наибольший отрицательный корень, получается минус 4 в этой серии. Смотрим здесь. n равно 0, получается 6, положительный. n равно минус 1, получается минус 6. А остальные отрицательные будут меньше. Мы выбираем наибольший отрицательный корень. Из них наибольший минус 4. Да, ответ минус 4. ИНОВЕДЬ. ИНОВЕДЬ. ИНОВЕДЬ.